Он добирался 11 дней. Именно столько времени понадобилось Дмитрию Васильцову, чтобы преодолеть путь от украинского города Шовстка до Висагинеса. Известный спортсмен-колясочник, трехкратный рекордсмен Украины по марафонскому бегу, приехал к нам по приглашению Модеста Сабалтакиса, президента спортивного клуба людей с недугом Висагалис, для участия в традиционных соревнованиях, посвященных Дню города. 1110 километров своим ходом. Да, неплохая разминка перед состязаниями. Сложным был маршрут? Ну, маршрут всегда тяжеловатый, погодные условия сказываются, интенсивное движение. Ну, в общем, нормально. А вы давно этим занимаетесь? В 2015 году я пробежал супермарафон Шостка-Могилев, 550 километров. Вот, решил увеличить дистанцию в два раза. У нас как раз подошло с Модестом пятилетное сотрудничество между нашими организациями. Вот, мы к этому приурочили. И, то есть, я уже бегаю, наверное, я пробежал 27 марафонов, забегал всяких, короче, постоянно в тренировках. А в инвалидной коляске вы как оказались? Попал в ДТП, поломал позвоночник. 12 лет назад. В 2005 году. То есть, 33 лет было. Но руки не опустили? Нет, не опустил. И мы, как бы, привлекаем внимание к барьерной среде. Вот, и, ну, смотрим, как бы, развиваем спорт за здоровый образ жизни. Вот, ну, и, чтобы дома не сидели, выходили, гуляли, общались. А раньше, в молодости, вы занимались спортом? Ну, в общем, школьная подготовка. Только так. Все приходит. Ну, а с кем придется соревноваться Дмитрию Васильцову на соревнованиях в Висогеносе? Зарубежных гостей больше, как бы, не приехали. Всякие нюансы есть. И визы делать, и дорога длинная, дальняя. Но литовских будет с Вильнюса, Каунаса, Укмерге, Рокечки, даже с Клапиды приедут к нам. Так что приглашаем всех. Гости из Украины тепло встречали в мэрии. Рукопожатие, искренние приветствия, обмен подарками, фото на память. Затем непринужденная беседа за чашечкой кофе в кабинете директора администрации, во время которой марафонцу наверняка пожелали успешного выступления на соревнованиях людей с недугом. Открытие состязаний, которые состоятся на стадионе гимназии Верденес в субботу 5 августа в 11 часов.